Издательство «Книга вслух» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют Иван Андреевич Крылов Волк и ягненок У сильного всегда бессильный виноват. Тому в истории мы тьму примеров слышим, но мы истории не пишем. А вот о том, как в баснях говорят. Ягненок в жаркий день зашел к ручью напиться. И надобно ж беде случится, что около тех мест голодный рыскал волк. Ягненка видит он, на добычу стремится, но делу дать, хотя законный вид и толк, кричит. Как смеешь ты, наглец, нечистым рылом, здесь чистое мутить питье мое с песком и илом, За дерзость такову я голову с тебя сорву. Когда светлейший волк позволит, осмелюсь я донести, что ниже по ручью от светлости его шагов я на стопью. И гневаться напрасно он изволит. Питья мутить ему никак я не могу. Поэтому я лгу? Негодный! Слыхана ль такая дерзость в свете? Да помнится, что ты еще в запрошлом лете. Мне здесь же как-то нагрубил. Я этого, приятель, не забыл. Помилуй, мне еще и отроду нет году, ягненок говорит. Так это был твой брат? Нет братьев у меня. Так это кум или сват? И словом, кто-нибудь из вашего же роду? Вы сами, ваши псы и ваши пастухи, вы все мне зла хотите. И если можете, то мне всегда вредите. Но я с тобой за их разведаюсь грехи. Ах, я чем виноват? Молчи! Устал я слушать. Досуг мне разбирать вины твои, щенок! Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать! Сказал и в темный лес ягненка поволок.